Не откажется от урожая медведица Маша, которую привезли в Калугу с Камчатки. Пушистые гости готовятся к зиме, но чтобы залечь в спячку, ей нужно набрать ни много ни мало 70 килограммов. Помочь в этом могут яблоки и калужане, которые их принесут. Виктория Видина узнала, что в меню у медведицы. Очень любит нектарины, персики. Причем она кости не ест. Не жадничай. Я тебе все отдам. Все это мешок в несколько килограммов любимых Машей нектаринов. Но для более чем 200 килограммовой медведицы они скорее в качестве закуски перед основным приемом пищи. В общем плане она съедает мешок фруктов. Это яблоки, там все-все-все. У нее там персики есть, нектарины. Она очень любит это все дело. Ну и каша, 5-6 килограмм каши. Она получает почти каждый день до килограмма рыбы. Но сейчас будем чуть-чуть увеличивать дозировку рыбы плюс каши, плюс яблоки. Основная масса жира, конечно, нагуливается на яблоках, что удивительно. Увеличили дозировку для того, чтобы медведица наела больше жира. Перед тем, как заляжет в спячку, берлогу для зимовки Маша уже начала себе готовить. Вот это сено она ковыряла, постоянно его просушивают. Поскольку она к ряже оторвала, опять их положила, она уже готовит основу берлоги. Мы, конечно, уберем лишний мусор, что-то из мусора она убирает сама. Но какие-то лишние телодвижения там делать нельзя. Маша будет очень внимательно стоять за шебером и смотреть, что мы там делаем. Потому что она обязательно все поправит. Маша родом с Камчатки. Медвежонка-сироту от голода спасли волонтеры. В Калугу она переехала в центр реабилитации диких животных «Феникс». Бурые медведи, хотя и хищники, всеядные. Основа рациона у них – растительная пища. Так Машу и кормят. Плюс рыба. Ведь у себя на родине, земле медведей, Маша бы, помимо прочего, еще бы рыбачила. А еще медведицы, как и ее камчатские собратья, есть ягоды, орехи, желуди, корни, а также стебли различных растений. Сейчас основная задача, говорит Вероника Матюшина, руководитель центра реабилитации, подготовить медведицу к спячке. И надеяться, что зима будет холодной. В прошлом году Маша так и не залегла в берлогу из-за теплой погоды. Поспала всего лишь два дня. А на Камчатке медведи спят до полугода. Залечь в логово медведица должна в конце ноября. И если зимняя пора действительно будет студенной, проспит до конца марта. Самое главное для медведя – набрать необходимый вес. Что она сейчас и делает. Мы переводим ее на усиленное питание. Надеюсь, к ноябрю она наберет необходимые ей 70 килограмм, чтобы она весила все 300. Тогда она будет готова залечь в спячку. Для того, чтобы связаться с центром реабилитации диких животных, достаточно написать Веронике Матюшиной в соцсетях. Рада будет ее подопечная любым сезонным фруктам, особенно яблоком и сливом.